Всем добрый день, друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Эта новость будет касаться граждан России, которые проживают в Латвии. Те граждане и неграждане, которые взяли гражданство России. Какова дальнейшая судьба будет у них здесь, в Латвии? Слушайте внимательно, заранее предупреждаю, послушайте полностью весь текст, что я вам буду говорить. И в самом конце только вы узнаете конкретно, но пока вы не прослушаете все, вот эту всю статью, вы не поймете, какова будет дальнейшая ваша судьба. Вот я хочу вам подробно все это разъяснить, объяснить. Я это не беру со своей головы, я просто это беру из тех правдивых вот этих вот новостей, латвийских новостей, друзья. На ближайшее заседание Совета по сотрудничеству глава Министерства внутренних дел Марис Кучинскис готовится представить альтернативные, более мягкие предложения в закон об эмиграции, касающиеся злободневной проблемы проверки латвийских россиян на владение латышским языком, что является условием для продления постоянных видов нажительства ПНЖ. Ситуация, в которую попали более 20 тысяч граждан Российской Федерации, проживающие в Латвии, крайне неприятная. И это еще мягко говоря. Впрочем, в неприятную ситуацию попало и само правительство, которое стало заложником предвыборного решения прошлого Сейма. Напомним, сперва Министерство внутренних дел под предвыборным давлением политиков согласилось с тем, что и бывшие граждане Латвийской Республики, и не граждане, извиняюсь, взявшие гражданство Российской Федерации, должны наряду с другими подданными третьих стран при получении или продлении ПНЖ подтвердить владение госязыком хотя бы на уровне А2. При этом поправках МВД в закон об иммиграции еще после первого чтения фигурировал и спасательный вариант для упомянутой категории латвийских россиян, которые не смогут успешно сдать экзамен по латышскому или вообще не будут его сдавать. Слушайте внимательно. А именно в этом случае человек сможет запросить временный вид на жительство. Я не буду отключаться. Да, кашель, зараза. Вид на жительство сроком на год. Еще раз повторяю. В этом случае человек сможет запросить временный вид на жительство сроком на год. Таким образом, у человека появлялась возможность, появлялась возможность, хотя бы лучше освоить латышский или записаться в течение года, сдать экзамен, если он это не успел сделать, установленный срок. Но после второго чтения этот спасательный круг у латвийских россиян отобрали. Латвийских россиян не смогут успешно пройти проверку по латышскому языку. Или, например, не будут отвечать другим критериям. В частности, их доход будет ниже установленных в законе 620 евро. При этом часть россиян, даже при всем желании, могут и не успеть сдать экзамен из-за очередей, из-за, например, болезни. Получается, что уже 2 сентября этого года эти люди окажутся в статусе нелегалов. Им закроют счет в банке, они потеряют право работы, право на медицинскую и социальную помощь. По закону их фактически должны выдворить в страну, гражданами которой они являются. Даже если в той же России они не жили ни дня, и все родственники у них здесь, в Латвии, а не там. Массовое выдворение или даже угроза таких массовых депортаций, разумеется, вызовет широкий общественный резонанс. Уже не говоря о сотнях судебных исков. Надо было бы вообще запретить перед выбором принимать столь серьезные изменения. На днях откровенно заявил в телеэфире глава МВД. И с ним сложно не согласиться. Националисты блокируют планы Кучинскиса. Марис Кучинскис решил действовать. Однако на предпоследнем заседании коалиции, 10 дней назад, его предложения были заблокированы. Представители ТБ ВИСУ Латвия сочли недопустимым, слишком уж либеральный подход. Глава МВД предложил весьма логичный вариант, отвечающий принципам правовой предсказуемости. А именно, проверять россиян на владение латышским постепенно, по мере того, как у тех или иных граждан Российской Федерации будет проходить срок продления постоянного вида на жительство. Обладатели ПНЖ должны его продлевать каждые 5 лет. Таким образом, процесс переоформления ПНЖ уже, с учетом сдачи экзамена по латышскому, проходил бы до 2027 года. Если бы такое предложение было бы поддержано, то в этом году предстояло бы сдать экзамен и продлить ПНЖ где-то чуть более 4 тысячам латвийских граждан. В принципе, с таким количеством человек соответствующие структуры справились бы. Важно отметить, упомянутая категория обладателей российского паспорта должны не только успеть сдать экзамен, причем успешно, но еще и вовремя подать документы на продление ПНЖ, чтобы и службы могли дать свое заключение по каждому претенденту на ПНЖ. И все-таки спрашивается, будут ли поправки. Слушайте внимательно, но из-за позиции коалиционных партнеров теперь главе Министерства внутренних дел Латвии нужно предложить более приемливый и для партий Райвиса Цинтерса вариант. По слухам, Министерство внутренних дел предложит внести две основные поправки в закон об эмиграции, а именно до марта 2024 года включительно будет продлен срок сдачи экзамена по латышскому и оформление ПНЖ. В случае же, если первый раз экзамен будет провален или по объективным причинам человек не сможет сдать экзамен до определенного срока, то тогда еще будет дано время, видимо до 6 месяцев, на пересдачу и повторную подачу документов на ПНЖ. Возможно, на такой вариант коалиционные партнеры и согласятся. По словам Мариуса Кучинскиса, фактически нет времени на длительные дискуссии. По поправкам, они должны быть приняты в течение марта или хотя бы в начале апреля. Друзья, чтобы соответствующие структуры Управления гражданства и миграции, Центр содержания образования и службы госбезопасности и сами россияне понимали, что дальше будет. Кроме того, УГМ должен будет проинформировать россиян письменно о новых требованиях. Теперь, друзья, я немножко останавливаюсь, осталось несколько строк. Пожалуйста, очень прошу вас, послушайте внимательно вот эти вот несколько строчек. Это касается граждан Российской Федерации, которые, ну, возможно, предположим, они не сдали, ну, не смогли сдать по каким-то причинам, ну, из-за каких-то причин не сдали на латышский язык. Слушайте внимательно, буду читать медленно, чтобы вам все было понятно. Кстати, у латвийских россиян и сейчас, пока еще действуют жесткие поправки, есть право просить временный вид на жительство, если у них в Латвии проживают близкие родственники. То есть, какие родственники, граждане или не граждане Латвийской Республики, а именно, жены, мужья, дети, братья и сестры. Они могут на этом основании получить вид на жительство сроком до двух лет с правом продления. Друзья, я смотрю по времени, нормально вкладываюсь в свое видео. Я повторяю еще раз. Пожалуйста, послушайте внимательно, разберитесь с тем, что я сейчас вам скажу. И, пожалуйста, успокойтесь. Возьмите себя в руки, не нервничайте, я вас очень прекрасно понимаю. Раз сложилась такая ситуация, возьмите, прошу вас в руки себя, успокойте свои нервы, послушайте еще раз. Кстати, у латвийских россиян и сейчас, пока еще действуют жесткие поправки, есть право просить временный вид на жительство, если у них в Латвии проживают близкие родственники, граждане или не граждане Латвийской Республики. А именно, жены, мужья, дети, братья и сестры. Они могут на этом основании получить вид на жительство сроком до двух лет. Повторяю, с правом продления вот этого срока. Ну, мое мнение вы знаете, особенно вот кто постоянно нас смотрит, все зрители, подписчики. Попрошу вас, друзья, кто не подписан, подпишитесь на наш канал. Ну, я прошу вас, конечно, никого не принуждаю, большая просьба, это очень помогает для продвижения нашего канала. Поставьте лайк под видео, лайк тоже, в общем, зависит очень много для продвижения. Подпишитесь, пожалуйста, лайк поставьте, напишите какой-нибудь комментарий, хотя бы какой-нибудь комментарий, друзья. Я не выпрашиваю, я просто прошу. Ну, поймите правильно, друзья. Ну, конечно же, я же не просто так открыл этот, ну, мы с Наташей не просто же так открыли канал. Конечно же, мы хотим людям делать доброе дело, добро. Понимаете? Добро. Вот, друзья, на этом буду заканчивать я свое видео. Эту новость, пожалуйста, еще раз говорю, послушайте внимательно, что я вам сейчас сказал. И что я вам сейчас сообщил. И успокойте свои нервы. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!